привет очередное видео из нью-йорка сегодня мы поедем в супер уникальную школу школу в которую вы наверно ну у вас не будет другой возможности заглянуть я еду с человеком который очень близко знает эту школу это просто mind blowing насколько я понимаю то есть просто взрывает ваш мозг она одна из самых уникальных школ в мире она находится в нью-йорке для всех новеньких привет я ира я вожу экскурсии по стокгольму я веду канал про швецию стокгольм но я также путешествую и вот у меня уже не первое видео про нью-йорк сегодня поговорим именно про образование но подписывайтесь на мой инстаграм то меня больше там я stories чаще записываю быстрее можно все знаете быстрее со мной сконтактировать подписывайтесь на этот канал потому что здесь я пытаюсь создать какую-то атмосферу вот чего такого светлого дружелюбного познавательного большого человеческого вы присоединяйтесь вы строите это нечто вместе со мной но давайте я замолчу поехали в эту уникальную школу эта школа расположена в районе greenwich village как вы видите это обычный таунхаус а так называемые браунстоуны и школа как бы расположена в нескольких таких домах которые стоят рядом называется она city and country сюда водят детей даже многие известные люди но она открыта для всех тут учатся дети с 2 до 13 лет то есть нет разделения на садик и школу кстати тут учился владимир познер идем мы сюда с моей знакомой у которой тут учатся дети привет я аня арт-терапевт меня уже видели в музее мумов который мы ходили на экскурсию но также мои дети ходят сюда в школу учиться у меня дети сколько им лет 12 и 9 школа city and country называется ее создала сто где-то пять лет назад сто семь лет назад кэролин пратт которая была создателем направления прогрессивного образования в америке то есть очень вкратце то прогрессивно это когда образование основывается на интересах и нужных ребенка а не идет по какому-то заданному расписанию или там учебнику от ада я а все основывается на каких-то потребностях индивидуальных нуждах ребенка сюда ходят дети с двух лет до 13 школы есть младшая средняя и старшая после этого они идут в high school уже поступают отдельно здесь нету high school каждый класс сделал чтобы он был профессионально мальчики и девочки это очень уделяется этому много внимания и есть два класса две параллели и каждый год они перемешиваются то есть нет такого что ты с кем учился в двухлетнем с тем же и в тринадцатом все время все перемешиваются для того чтобы ты умела находить язык общий с разным ребенком и наоборот если даже кто-то становится хорошими друзьями скорее всего в следующем году их разделят также каждый год меняется учитель нет такого учительницы первая моя с которой я потом выпускался во-первых ты не приспосабливаешься к одному определенному человеку и ты учишься каждый раз приспосабливаться что в жизни имеет большое значение кроме этого у любого есть такое вот это вот как бы в россии как ищут школу ищут хорошего учителя ты его нашел и ты с ним остаешься здесь не страшно когда это на год да то есть у тебя есть учитель в следующем году ты знаешь что он будет другой какой-то любой человек какой бы он не был кому-то нравится больше кому-то нравится меньше все время это меняется это становится не так важно все учителя очень профессиональные все они хорошие а личный контакт ну с кем-то лучше с кем-то хуже получается это дом она учительница седьмых классов она показывает нам школу вот тут она например рассказывает про кубики юнит-блокс которые лежат в основе философии кэролин пратт дети учатся взаимодействовать с миром через работу с тремя основными материалами эти блоки кубики краски и глина в школе у каждого возраста есть своя работа вот мы сейчас находимся в классе десятилетних детей их работа по школе ответственность это создавание знаков на двери все таблички они не напечатаны их каждый год заново делаю десятилетние дети девятилетние дети например у них есть школьный магазин они туда закупают все потом продают для школы канцелярку а вот у двенадцатилетних детей они дружат с четырехлетними им там помогают их воспитывают двенадцатилетние дети они просто приходят играть с малышами они поддерживают направляют помогают не отвлекаться от заданий это класс четырехлеток например здесь 18 детей и сюда ежедневно приходят двенадцатилетние дети чтобы быть другом и помощником вот этим четырехлетком ой у них там настоящая пила не детская пила в группе для четырехлеток это это круто вот этого у нас нету да и не запирается они рассказывают что здесь вокруг бегают дети другие дети пилят и пока еще никто ничего никому не отпилил все с десятью пальцами заканчивают каждого есть задание да как работа индивидуальная кто-то подметает кто-то помогает раскладывать еду и можно менять эти карточки соответственно школу очень много внимания уделяет ответственности твоей сначала в классе то есть мы смотрели четырехлетних детей у них работа и ответственность по классу потом по школе а потом дальше они еще помогают комьюнити городу и району например двенадцатилетние дети работают в церкви и помогают раздавать еду неимущим людям сейчас мы находимся в комнате который библиотека дети приходят сюда каждый день на 30 минут 30 минут они могут брать любую книжку и сидеть читать в кресле в любом удобном позе можно сесть на пол то есть никаких нету ограничений какая поза должна быть у ребенка в библиотеке работают специальные люди которые все время вот 7 лет они начинают сюда приходить и они с этими детьми работают знают какой ребенка там интерес помогает подобрать правильную книжку по уровню чтения по интересам и ребенок может всегда обратиться к этому человеку за советом либо выбрать книжку сам в принципе никаких ограничений нет можно любое читать можно бросать если тебе на неинтересно и начинать новую то есть обязательно что они сюда приходят и читают но все остальное является процессом для удовольствия они на крыше кстати много времени проводят здесь нету обычных уроков урок перерыв звонок урок перерыв звонок очень многие дети сидят в коридорах что-то рисуют прям на животе лежат видите какие здесь коридоры ну как бы это не просторные какие-то рекреации прям подъезд так идем к трехлеткам вот для трехлеток расписание на день свежий воздух потом они поют потом они моют руки потом они едят потом они музыкой занимаются работают после этого работают то есть это выбираешь чем заниматься да там рисуешь или там еще что-то делаешь затем уборка затем опять руки моешь обед разные пазлы затем книжки а это именно на сегодня расписание да у кого-то день рождения и соответственно праздник потом гудубай и каждый день меняют расписание если нужно дети рисуют только тремя цветами им дают только основные цвета синий желтый и красный и они тут будут сами смешивать свои цвета понимаете да в три года и белые вы тут только в пять лет чтобы постельки делать это большой двор где большие дети играют но я не буду его снимать там дети тут лаборатория у них science что называется химия физика то есть практически нет обычных классов где столы и стулья художественная студия у них был обычный урок они пришли в школу и в этот день был пожар нотр-дам-де-пари естественно что так как ну дети знают об этом они слышат они стали это обсуждать кто-то там был кто-то не было у кого-то были какие-то чувства но это было очень для них важно и учитель такой подумал но если для них это очень важно то мы должны что-то делать с этим мы же здесь от детей идем и дальше они три месяца изучали собор парижской богоматери и они его построили полностью из блоков и все про это изучали его историю и все это не было естественно вообще ни в какой программе но это происходило в реальности и мне кажется ну вот это то чем отличает на самом деле эту школу насколько учителя рефлексируют про то что происходит смотрите какой вид из студии даже empire state виден а на крыше куда я показываю пальцем это площадка для малышей маленькие детки вот здесь играют еще одна площадка во дворе а большие там они сами решают голосование обо что будут играть то есть как бы правило внутри игры есть конечно же но ты сам выбираешь в какую игру будешь играть и у них есть система и тот кто ведет голосование так что видели голосование это было очень прикольно дети сами все убирают учитель максимально не вмешивается в процесс то есть вообще максимально просто вмешивается есть гончарная печь а мы сейчас встречались и нам дело экскурсии учительница который ведет 12 летних детей это седьмой класс и она нам рассказывала что последнюю неделю дети приходят и на уроке все время подглядывают в компьютер у них есть компьютеры школьные и она думала ну типа чего они там делают и спросила их что вы там делаете они сказали что они смотрят за результаты чемпионат мира по футболу она сначала одну сказал типа перестаньте смотреть в компьютеры мы тут что-то делаем а потом ушла подумала про это и думает ну что за ерунда я должна тоже без свое перестать перекладывать на них и она сказала детям извините я была не права я ошиблась я подумала и вы можете подойти ко мне и попросить меня сказать что вы хотите посмотреть результаты и конечно открываете компьютеры смотрите то что самое мне показалось тоже очень такое милое и интересное что дети продолжили подсматривать потому что само по себе подсматривать им тоже очень приятно и как бы нарушать им просто очень мило не то что они так делают а что она так об этом говорит как она это замечает ее манеры видеть детей их понимать вот это очень очень круто и воспринимают какие-то такие вещи как что-то важное и милое они как типа они себя плохо ведут одна из работ которую делают 12-летние дети они дружат с четырехлетними заботятся о них и также их выводят и вот сейчас здесь стоят много родителей часть из них родители 4-летних детей которые ждут за 12-летний оденет их ребенка возьмет его и выведет на улицу да вот сейчас это происходит они с ними за ручку по одному выходит я сама кстати . хотела посмотреть сына 12 лет соответственно сейчас участвует в этой программе раньше он ненавидел разговоры про всякую психологию педагогику все вот это теперь он только этим интересуется он приходит домой и обсуждает как там своему четырехлетнему ребенку если нужно сказать нет как это делать если ребенок хочет что-то одно например сейчас нужно надеть шапку вот как ему быть он настолько вовлечен что вообще это стало одной из главных тем и вопросов чем он занят это то как вот со своим четырехлетним ребенком лучше всего выстроить связь в конце этого видео а я снимаю уже из моего дома из стокгольма я скажу кое-что очень важно во первых если вы еще не подписаны на мой канал присоединяйтесь к нашему очагу я вам рада но чувствуете смену атмосферы здесь спокойно я никуда не бегу а в нью-йорке особенно в этой школе мы очень быстро снимали потому что у нас всего полчаса было с учительницей дон и я хотела максимально вам показать но мне кажется получилось благодаря моей монтажерке хорошее видео это тот случай когда я была абсолютно не подготовлена мы абсолютно спонтанно туда попали и у меня было всего полчаса снять репортаж мне очень хотелось бы вставить в это видео то что моя подруга саша которая там со мной была при ней уже рассказывала на педагог из израиля она училась в америке у нее богатый международный опыт что она думает про эту школу она педагог в неформальном образовании у нее дети хотела ли бы она своих детей отправить такую школу какие плюсы какие минусы в результате мы решили что она запишет свое видео про эту школу но только не как я обзор репортаж а мнение свое как педагога отправил ты она своих туда детей бы да если бы она жила в нью-йорке или нет поэтому переходите на ее канал который она недавно открыла поддерживайте ее обязательно смотрите это видео я прикладываю его сюда и под видео и пишите у меня комментарии что вы думаете про эту школу что вы думаете вообще про этот подход и обязательно у нее а я с вами прощаюсь и до скорых встреч в новых видео до новых встреч